Говорят, в водоемах полно рыбы. Но какая рыба в этих водоемах, вы себе даже не сможете представить. Рыба здесь царская и живет в соответствующих условиях. А значит и счастье у этой рыбы будет царское. Субтитры делал DimaTorzok В силу подводных особенностей своей жизни осетры отказались, в кадре они позировали и сверкали в лучах солнца блестящими спинами, словно красовались на параде. Да и о том, как живется астраханским гостям в крымских водоемах, с радостью рассказал нам рыбовод Дмитрий Литвиненко. Профессия нашего героя необычно равна, как необычный путь, который он проделал для того, чтобы выращивать осетровых в Крыму. И теперь, когда уже есть первые результаты труда, он готов поделиться с нами историями о жизни и счастье среди рыбных стай. Первый раз, когда я сюда ехал, я вообще не знал, куда я еду. Переехал, я понял, что я без связи, без сети, непонятно, там по паромной переправе. Но перед этим, конечно, просто глянул карту, что надо ехать просто прямо, прямо, прямо и приедешь в Симферополь. Никуда сворочить надо. Ну, так и получилось, что ехал прямо, прямо и приехал. Почти 4 года будет в ноябре, 25 ноября, как раз на свой день рождения, приехал сюда работать по приглашению. Приехал работать по приглашению через знакомство, так сказать, с сокурсником моего отца. А мой отец тоже рыбовод, и я уже фамильный, как сказать, потомственный рыбовод. А отец прошел всю жизнь и знает, и как он говорит, пусть это громкое высказывание, но ты и я лучший рыбовод Юга России, потому что он многие знают, его многие знают. Я проходил обучение в Астраханском государственном техническом университете. Ну, где бы еще, кроме как не в Астрахани? Да, всего лишь три места, которые позволяли получить, как сказать, такого уровня образования, высшего. Это Астраханский, это Владивосток и это, по-моему, Мурманск. На тот момент, когда я поступил, это считалось одной из вообще неинтересных, нерентабельных. Никому не нужных на тот момент. Никому не нужных, такая неоцененная, недооцененная, наверное, даже вот так профессия. Все же стремятся быть в офис с работниками, менеджерами и так далее, и тому подобное. С чистеньким, в сухом, в теплом. Ничего не поднимать, ничего не грузить, ничего не копать, соответственно. Не работать руками, работать головой. Здесь тоже приходится работать головой больше, чем руками, но и руками, так как такие моменты, когда хочешь сделать хорошо, сделай ты сам. В 18 лет уже праздновал в другом городе, в другом обществе, в новом. И с тех пор так и передвигаюсь. Пока молоды, надо в страну посмотреть. Как проходят рабочие дни профессионального рыбовода, может рассказать только сам рыбовод. Иногда таких специалистов еще называют аквафермерами. Но, по сути, привычным фермерским обязанностям добавляется еще ряд других. Кроме самой рыбы, нужно выращивать рыбий корм, следить за состоянием воды в бассейнах и водоемах, также быть и врачом для рыбы, знать об опасностях и заболеваниях, которые ей грозят. Еще множество-множество разных обязанностей, которые необходимо исполнять в любую погоду и в любое время суток. Как говорят, что каждый генерал хочет, чтобы его сын стал генералом. И также я сын своего отца, и всегда для меня это было просто удивление, поражение. И ночевал, и лето проводил, и в вагончиках, и в бытовках, и там на водоемах где-то в отдаленных. Это не до такой степени доступность, как здесь. Можно в пешей доступности сесть и транспорт какой-то. От водоема, которые там 15-20 километров отдалены от всех вообще населенных пунктов. И кроме как дикая природа, ничего нет вокруг, ну и вода. Я очень спутно помню, и мне было, ну я не знаю, но по слухам своих родителей, около 4 лет. И мне дали удочку в руки, и там, и все равно я стоял там, и мужики там, ну, то бишь товарищи, друзья, родственники вокруг, а я посередине, и как отец говорил, что у меня что-то клюнуло такое серьезное по тем меркам в соотношении со мной, я не мог вытащить эту удочку, и я что сделал? Повернулся, положил ее на плечо, и пошел на берег, чтобы она за мной вышла. Ну, как бы это было в первое впечатление, и знаете... Каков был улов? Я не помню. Ну, тот улов, который я не смог вытащить руками, хотя в 4 года и силы-то нет. Рыбовод – это не простая профессия. Это, кажется, там, их теолог, рыбовод. Здесь цикличность идет в годовом интервале. То есть весной одна пора, летом другая, осенью третья, зима, соответственно, подготовка к новому сезону, либо же содержание, сохранение, зимовка. Ну, это гораздо глобальнее и масштабнее. Режим работы, то есть он, ну, он не ограниченный никакой. То есть там рыба не может подождать там. Нельзя там выключить рубильник так, завтра приду, доделаю. Нет, надо сегодня, сейчас, прямо сейчас же. Вот, если не сейчас, то все, завтра будет поздно. Все время на работе. Все время на работе, круглосуточно, потому что, знаете, приходится... Приходится уйму дел делать самому, там, там, вообще, даже не говорить там о каких-то там делах. А вообще, куда не ткнуть пальцем, это вот надо проконтролировать. Нет цели сделать именно это дело. Есть цель вырастить рыбу. Вырастить рыбу, создать для нее благоприятные условия, максимально благоприятные условия, чтобы она была жизнестойкая, сильная, чтобы она была здоровая. Разведение рыбы начинается с самого малого, что можно себе представить – с икринки. Правда, не с одной, а с нескольких тысяч или миллионов. Для них нужно создать условия, где они смогут развиваться и расти. Для начала инкубатор, для, скажем так, ясельной группы. Потом специальные бассейны для мальков и чуть подросших малышей, где среда обитания приближена к природным условиям. Чтобы рыба не заметила разницы, так ей будет спокойней. Ну, это инкубационный цех. Видите, он был спроектирован и воссоздан собственноручно, своими силами. Это новообразование. Максимально приближенное, естественно. Сверху каленое стекло для того, чтобы был витамин D. Потому что, как ни крути, солнце – это жизнь. Она является источником в процессах фотосинтеза и во всех биологических процессах. Также мы сами производили пластиковые бассейны. Не в том, что там мы можем, а в том, что нужно было сделать именно так, как они должны выполнять свою функцию. Не важно. Можно, да, можно и в ванной посидеть. Он посидит, но эффективно он не вырастет. Это наша гордость. Это инкубационный цех, который позволяет выращивать 50 тысяч штук осетровых видов рыб в год. Получается 5 тонн за сезон. Сезон – это весна, это май месяц. Ну, точные сроки них тоже не диктуют. Это температура воды, матушка природа. И по глубокую осень. Ну, даже были года, когда до декабря мы додерживали, выращивали и уже потом высаживали на вольные хлеба, как говорят. Ну, чтобы она ощутила, и у нее завершился биологический цикл. Она поняла, что такое зима. И у нее завершился один год. Тепло, холодно, все. А как они узнают, что им исполнился год? Никак. Человек с тортом не придет. Да, да. Никто не скажет, что у тебя сегодня день рождения, давай. Может быть, и придет, но она же не поймет, не объяснит. А что, рыба может действительно так выпрыгнуть? Да, выпрыгнет, погибнет. Ну, знаете, а если даже вдруг и не сможет? А если сможет? Опять. Потом поздно будет. Просто я целиком не буду ограждать. Это русский осетр. Он полупроходная рыба, которая нагуливается в море, нерестится в реке. И это, ну, знаете, как сказать, как герб, как флагман осетровых. Ну, русский осетр, он и русский осетр. Каспийское море. Это лицо, это он желтый, с золотинкой. Ну, остальные там серо-темные такие. А этот янтарный. А до каких размеров он максимально бывает? Ну, вообще рыба растет всю свою жизнь. Если есть питание, соответственно. Пусть белуга, насколько я знаю, она... Ну, никто не знает самый большой осетр. А то, которое выловили в музее, до двух тонн. Две тонны. Вот из такого малыша? Из икриночки, из булавки какой-то там, понимаете. Русский осетр тоже нормально вырастает. Ну, 100 килограмм, 200. Любой вид осетровых. Белуга, стерлядь, сыррюга, шип. Найдем, привезем. Ну, хоть из Китая привезем, если надо будет. Когда есть цель привезти чистую линию, это же организм. От него это будущее. Он производитель. Он потомок. И он потомственный производитель. Он должен дать свою сильную линию. Это стерлядь. Так же еще пока завезена была весной из Астраханской области. Ну, мы для себя чисто совсем немного. Наш цех работает на 10%. Ну, понимаете, когда строишь цех, можно было построить на 10 бассейнов. Но чтобы потом построить еще на 40, надо было бы еще в 3 раза больше средств. А тут как бы добавили процентов 30 и уже сделали наверняка. Все равно есть надежда на то, что мы выйдем в море, что у нас будет садковая линия морских акваторий, где мы действительно высадим весь цех. Один год, второй год, третий год. И когда нарастим 200, 300 тонн, 500 тонн, 1000 тонн. Вот оно, светлое будущее. Да, это светлое будущее. Ну, я как бы, это не по слухам, это не просто там пальцем в небо. Я сам лично выращивал 600 тонн рыбы в год. Карповых. Не от ситровых карповых. Ну, я представляю, сколько это, какие-то объемы, какие-то масштабы, сколько надо сделать труда. А ситров, конечно, их надо нарастить. Но даже 100 тонн оситровых, это все, это прилично, это престижно, это солидно, это потенциал. Следующий этап в жизни оситровых наступает, когда их переводят в садковые линии. Здесь такие линии расположены в каскаде прудов. Они были сделаны еще в советские времена, путем регулирования русла речки под названием «Маленькая». Для нас оказаться на площадке такой линии тоже стало важным событием. Пришлось преодолеть путь по водной глади на пароме. И так как погода радовала и солнце согревало не по-осеннему, случайно искупаться в пруду мы не боялись. Главное рыбу не распугать. Так, мы отправляемся поближе к рыбам. Сразу как-то из-за острова на стрежень. Мы же к оситрам все-таки плывем? Ну, это садковая линия, пусть она примитивная. Это первая садковая линия, которая была создана еще до меня, как я приехал. Я приехал, увидел, ну и пришлось немножко… Модернизировать. Да, да, немного даже демонтировать частично, потому что она была на 8 садков. Этот 5 на 5 и 3,5 высота стенки. Получается, внизу эта сеть, она ограничивает для рыбы пространство? Да, да, пространство, да. Ну и, соответственно, омывается, она находится в естественном водоеме, но под контролем. Можно посмотреть и, как сказать, проконтролировать. Тамасетер! Проконтролировать. Смотрите, какой он работает. В самом дне расположено второе дно. Это с ячейкой 2,7 мм, чтобы корм, который мы кормим, это же донная рыба, они же корм потребляют со дна. Да, и если корм просыпался, ну, тогда какой эффект покормить? Никакого. И получается, что второе дно, оно является еще максимально гладким, чтобы она не терлась, не травмировалась. А это самое главное, это условия обитания. Ну, здесь где-то 150 особей. Но они все на дне. Да, ну, они больше бентофаги. Они больше к одну плавают, конечно. Сейчас уже и вода остыла немножко. Потому что летом, когда жара, они не очень себя неблагоприятно чувствуют. Потому что жаркий климат, он убирает насыщение кислорода. Чем холоднее вода, тем больше в нем кислорода. Это своеобразный аэратор. И конструкция его такая. То есть они из многообразных модификаций, которые поднимают воду, насыщают ее через тягу воздухом. Этот разбрызгивает. То бишь, каждая капелька, чем дольше находится в воздухе, тем больше она насыщается атмосферным воздухом. Ну, а соответственно, в воздухе тоже 18% кислорода. Значит, соответственно, и кислородом. Это была уже завезенная ихтиомасса, будем так говорить. То есть популяция. Я приехал, и она уже была здесь. Ну, точнее, я приехал, и она параллельно уже ехала из Астрахани. Ну, без моего ведома. Я ее получал. Тоже тяжело, конечно, это было. Сложно, но выживает, вырастает. Какие-то особи менее хорошо, успешно растут. То есть вот у нас они астраханские. Да, это выращенные там в Волге. И вон, вот смотрите. Ох, какой красавец! Ну, это такой средненький, можно так сказать. Есть особи побольше, но есть особи и поменьше, которые тугорослые. Ну, семья не без уродов. Тем более, когда семья 10 тысяч. Первый раз они попадают сюда перед зимой. После инкубационного периода, это с весны по глубокую осень, она находится под контролем, круглосуточным контролем. Сначала кормление каждый час, каждый полчаса, потом каждый час, каждые 2 часа, каждые 3 часа уже по степени возрастания. И круглосуточное кормление. Анализ, контроль. А когда идет инкубация, то это вообще, это надо... Все люди делают? Конечно, люди. Машина так не может сделать. Никакая машина не может сделать. Это человеческие возможности. Как с маленькими детьми, не спать ночами. Конечно, это тысячи, десятки, сотни тысяч маленьких детей. И каждая икринка, она достойна жить. А мы идем дальше. По пути общаемся не только с нашим героем, но и с другими жителями аквафермы. Рыбы здесь много. Да. Поэтому такой довольный кот. В пути нас сопровождал еще и замечательный пес. Помогал нам справиться со стрессом новой паромной переправы. Вторая садковая линия немного отличается от первой. Здесь нет аэратора. Но кислорода рыбам вполне хватает. При этом особенно впечатляет тишина. Изредка нарушаемая далекими лягушками или птицами. Давай с нами. Опа! У нас еще одно путешествие. Теперь у нас есть друг. Ну вот мы и на месте. Пора узнать, кто же нам составил компанию на пароме и как живут осетры в этих садках. Это друг. Друг, товарищ. Как приехал в Крым, и он родился где-то в Севастополе. Потом я уже узнал. И прошло время, я его забрал случайно. Отдавали в Севастополе. Чисто случайно его забрал. И был готов с любой ценой. Они, прежние хозяева, просили лишь бы в добрые руки. Лишь бы в лучшие условия. Как помогает вам? Ой, это помощник номер раз. Знает всех. Чует, слышит. Любые шаги, любые действия, любые сигналы остальных охранников, собак. Он знает, куда бежать, как бежать. Ну, это друг навсегда, на всю жизнь. Данная садковая линия, она с увеличенной степенью омываемости садков. То бишь, у нее нет преграды для водной глади. Самый эффект состоит в том, когда ветреная погода и образование волн, а волны – это естественная аэрация воды. И та же волна, она омывает с одной стороны, с другой, с третьей, смотря какая роза ветров. И чем меньше преграды для волны, тем больше, соответственно, потока верхних вод за счет ветра заходит именно в садок. И, соответственно, больше водообмен. Здесь сидят у нас трехлетки от слова «три лета». Есть трехгодовики, которые три года, три зимы, три лета. А эти прожили только две зимы и три лета. Это наш посадочный материал. Мы его привезли с икринки, вырастили. И вот такие достижения. Это уже чисто наше стадо. Сложности есть в любом деле. Но акваферма все же требует колоссальных усилий. А первая прибыль, возможно, только лет через 10-15. Пока вырастет стерлид, например, нужно ждать около пяти лет. Русский осетр – 10-12 лет. А белуга и вовсе больше 20. И это при том, что на сегодняшний день в мире популяция осетровых рыб сократилась до критической отметки. «Факторы риска – взять шар со всех сторон. Гиперактивная солнечная активность, если постоянно солнце. Да, цветет вода. Вода сама по себе, если она нагреется. И факторы третьего лица, который может приехать, помыть здесь машину. А я знал, я не знал, да у меня машина чистая. Да машина ездила непонятно где, какая-то там капелька масла, масляная пленка. Если она легла на жабры, то все. Ну, это все. Это ничего не сделаешь. Катастрофа. Также это ихтиофаги. Это птицы рыбоядные. Цапля, баклан. Многие люди ни разу не видели здесь никогда бакланов. Конечно, они в любом случае появятся, потому что здесь есть рыба. Прилетают, да, приходится шугать, ходить. И, ну, цапли вообще очень хитрые животные. Это, тем более, когда зимой, когда естественный водоем, он уже закрыт. А тут еда? Да, а здесь вот прилетай, кушай. Ага, нет, я тебе прилечу покушать, конечно. Лети вон куда угодно, но только не сюда. А сетрами питаться, извините, мы не кушаем, а кому-то позволять. Почему мы высаживаем крупную молоть? Ну, чтобы она больше 100 грамм была. Чтобы она была сильная, чтобы ее уже и цапля не могла поймать. Ну, иначе у нее... Станет у нее осетр комом в горле. Да, 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 больше шансов на выживание, жизнестойка. А грызуны, они больше санитары. Ну, да, она приплыла, эта крыса там заползла, переползла, взяла какого-то там... Ну, в процессе выращивания все равно, что летом, что зимой, есть определенный процент отхода, который, ну, что-то там случилось, там, какая-то аномалия, патология, слабый. Ну, выживает сильнейший, сами понимаете. И они санитары. Ну, поймала на эту больную рыбку. Убивая одну, защищаем тысячу. Конечно, жизнь в деревне диктует свои условия. Здесь, на акваферме, есть и более знакомые признаки фермерского быта. Небольшое домашнее хозяйство, утки, кошки, собаки, беседка у воды, где приятно пить чай, самовар на дровах и, самое главное, гармония каждого дня наедине с природой. И когда у тебя получается соединить свое любимое дело и родную для тебя сельскую жизнь, то тогда и становится понятно, из чего складывается деревенское счастье. Наверное, основное – это видеть на результаты своих трудов. Что там, бессонные ночи, до изнеможения, сутки, через сутки, двое суток. И не зря. Когда раз и видишь, ага, вот она плавает, уже год плавает, второй год плавает, третий год плавает, живет, растет. Не просто там поймали где-то, посадили, вот у меня есть. Нет, она выращена своими руками, своими трудами, своими мозгами. Это результаты, да. И, ну, какое-никакое благородство. Можно карьеры копать, можно разрушать горы, можно, все можно делать. Ну, без сельского хозяйства мы никуда. Ничего плохого в этом нет. Работа на природе – это чистый воздух, чистый разум, чистое тело. Это свобода тоже никакая. Да, свобода. Это никакого воздействия от ядов, шума, от пыли, грязи. Мы сидим, и тишина фантастическая. Если бы еще пёс не бегал. По ночам, когда чистейшее небо звездное, село навсегда, село, деревня, природа, водоемы, поля, походы, костры. Не надо никуда ехать, никакую заграницу. Да у нас и родина здоровая, большая, уйма мест, которых можно посмотреть. А уют, ну, уютно мы посидеть можем и дома. В кресле, там, и в холодильнике у нас дома. А природа – это природа. От насекомого до самого большого млекопитающего, того же кита. Счастье. Что это такое? Да, вкусно и хорошо покушать. Это дать возможность себе продолжить свой род, здоровый род. Это способность, репродуктивная способность. Ну, наверное, это самое главное, потому что мы же тоже живем на этой планете. Мы же тоже жители. Мы не главные, мы не хозяины. Мы лишь гости, можно сказать. Так же, как и все. И мы не имеем права ограничивать. Не имеем права истреблять или ставить под угрозу остальных жителей. А какая может быть самая главная ценность, если у человека нечего попить? Да хоть триллионы золота, хоть, я не знаю, там, изобруду алмазы, доллары. Любые, все, что самое, там, ценное, самое дорогое, самое шикарное. А если нет глотка воды попить? Все, ничего не надо. Нужно просто попить. Вода – это сила. Кому-то не хватает материальных ценностей, кому-то духовных. Как пел Высоцкий, «Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом». Это уже счастье, когда ты можешь ходить, можешь бегать, можешь создавать, строить. Это счастье. А куда направлена твоя деятельность? Это уже от души. И если душа счастлива, если ее не угнетает, если… То это самое главное счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова